В этом видео вы узнаете о том, как настроить аналитику для виджета онлайн записи, какие сервисы можно подключить, а также о том, как настроить сквозную аналитику. В век информации и высоких технологий большое количество клиентов приходит именно через интернет. Практически каждый владелец бизнеса осознает важность создания хорошего сайта и ценность грамотного ведения социальных сетей. Кроме того, большинство владельцев знают, каких результатов можно добиться в результате правильной настройки рекламных кампаний. В то же время эффективность и окупаемость вложений в продвижение и работу с сетевым присутствием бренда бывает непросто оценить в цифрах. Такие сервисы, как Яндекс.Метрика, Ройстат или Гугл Аналитикс позволяют централизованно собирать большое количество разнообразной информации о пользователях или посетителях вашего сайта или веб-приложения, их устройствах, активности на отдельных страницах вашего сайта, источниках посещения и так далее. Это далеко не все возможности сервисов аналитики. В связке с информацией о том, кто именно посетил ваш сайт, которая накапливается при оформлении заказов или продажах, статистика веб-активности может помочь при анализе рекламных кампаний, выявить слабые интерфейсные решения вашего сайта, а также указать на проблемы технического характера, которые также могут влиять на посещаемость, а значит на количество конверсий посетителей сайта, клиентов вашего бизнеса. Виджет онлайн-записи Y-Clients – одно из ключевых решений для салонов красоты, фитнес-клубов и других заведений сферы услуг. Как и любое другое веб-приложение, виджет поддерживает возможность собирать веб-аналитику. Для подключения интеграции с сервисами веб-аналитики перейдите в филиал с виджетом, для которого вы хотите подключить аналитику. В разделе «Онлайн-запись – веб-сайт» нажмите на кнопку настройки виджета и перейдите на вкладку «Аналитика». В случае, если у вас нет кабинета Яндекс.Метрики, вы можете создать новый счетчик и получить к нему доступ, указав e-mail-адрес. При создании счетчика также будут созданы цели, события, отслеживание которых будет влиять на показатели отчетов. Для создания альтернативных целей, в том числе составных, перейдите в настройки счетчика, затем откройте вкладку «Цели» и добавьте новую цель. Список событий, которые могут быть переданы в Яндекс.Метрику, можно найти в настройках виджета на вкладке «Описание событий для аналитики». Если у вас уже есть настроенный кабинет Яндекс.Метрики и вы хотите подключить аналитику для виджета, это можно сделать через инъекцию. Подробная инструкция для подключения своего счетчика доступна по ссылке в описании к видео. Для подключения аналитики Google введите уникальный идентификатор Google Analytics в соответствующее поле, затем сохраните изменения. Аналогично подключается аналитика с использованием Facebook Pixel, Pixel.VK и Яндекс.Метрики для приложений. Подробнее о настройке каждого из типов аналитики, а также о создании целей и использовании сервисов аналитики, вы можете узнать из соответствующих статей в нашей базе знаний. Для подключения сервиса сквозной аналитики Roystat перейдите в раздел «Аналитика» — «Интеграция с Roystat». При подключении интеграции будут созданы дополнительные поля в сети. Это необходимо для возможности отмечать записи уникальным идентификатором, используемым для выстраивания сквозной аналитики. После подключения интеграции в Roystat будет передаваться информация о дате создания, длительности, статусе визита, сотруднике, прибыли от клиента, источнике перехода на сайт. Обратите внимание, что для полноценной интеграции с Roystat вам предварительно понадобится добавить код Roystat на сайт и в инъекцию виджета. Процесс подключения аналитики Roystat и других сервисов веб-аналитики подробно разобран в соответствующих статьях в нашей базе знаний. Ссылки на все необходимые материалы вы найдете в описании к видео.